Привет, меня зовут Кирилл. Я принял решение провести эксперимент и в кратчайшие сроки стать годным блогером. Скорее зацени мой канал, там я расскажу с чего я решил начать и какими последствиями для меня все это уже обернулось. Подписывайся на канал, вместе тусанем! В среду 14 марта стало известно о смерти физико-теоретика Стивена Хокинга. Всемирно известный английский физик-теоретик Стивен Уильям Хокинг скончался на 77-м году жизни, сообщил телеканал BBC со ссылкой на представителя семьи. Ученый умер рано утром в среду в своем доме в Кембридже, передает The Guardian. В своем совместном заявлении дети Хокинга отметили, что их отец был великим ученым и необыкновенным человеком, чья работа и наследие будут жить в течение многих лет. С вами Военная Техника 2 и сегодня мы почтим память великого ученого, а также проведем свое расследование в области научного мира и техной эпохи. Стивен Уильям Хокинг родился 8 января 1942 года в Оксфорде. Его родители были вынуждены переехать туда из Лондона, который подвергался бомбежкам немецкой авиации. Отец Хокинга был специалистом в области тропической медицины. Мать имела экономическое образование. В старших классах школы особый интерес проявлял к математике и физике. В 1962 году окончил физический факультет Оксфорда, затем поступил в Кембриджский университет, где изучал космологию, и в 1966 году получил докторскую степень. В 1963 году у Хокинга был диагностирован боковой амиотрофический склероз, хроническое заболевание центральной нервной системы, которое в дальнейшем привело к полному параличу. В 1985 году после воспаления легких принес трахеостомию, вследствие чего потерял способность говорить и стал пользоваться синтезатором речи. С 1997 года его инвалидная коляска оснащена компьютером, который он управляет с помощью датчика, закрепленного у мимической мышцы щеки, единственной сохранившей подвижность. Тяжелое заболевание не помешало Хокингу стать одним из наиболее известных физиков-теоретиков современности. Основная область научных изысканий Хокинга, космологии и квантовая гравитация много времени посвятил изучению черных дыр. В частности, являлся автором теории испарения черных дыр за счет радиации. Это явление получило название «излучение Хокинга». В 2016 году выдвинул гипотезу, согласно которой источником практически неограниченной энергии являются микроскопические черные дыры, обладающие огромной массой. В том же году стал одним из инициаторов проекта по отправке мини-аппаратов к звездной системе Альфа-Центавра. Исследовательскую деятельность начал вести еще во время учебы в Кембридже. Был научным сотрудником в университетском колледже Ганвилла и Киза. Затем стал ассистентом профессора. Преподавал теорию гравитации и гравитационную физику. До 1973 года работал в Институте астрономии университета. После чего перешел на кафедру прикладной математики и теоретической физики Кембриджа. В 1974 году Хокинг был приглашен на работу в Калифорнийский технологический институт США, где в частности занимался вопросами общей теории относительности. Через некоторое время вернулся в Кембридж на кафедру прикладной математики и теоретической физики. С 1979 по 2009 год был лукасовским профессором математики. Одна из самых престижных академических должностей в мире. Учреждена в 1964 году по инициативе английского священника и политика Лукаса Генри. Более 20 лет возглавлял группу, занимающуюся проблемами, связанными с теорией относительности и вопросами гравитации. Группа была создана при кафедре в 1961 году. До смерти занимал должность директора по исследованиям на кафедре. В 2007 году основал при Кембриджском университете Центр теоретической космологии. С научными целями посещал СССР. Так, в 1973 году в Москве обсуждал проблемы черных дыр с учеными Яковом Зельдовичем и Алексеем Старобинским. В 1981 году вновь прибыл в Москву для участия в международном семинаре по квантовой теории гравитации. Хокинг, автор научно-популярных книг, а то в том числе для детей, принимал участие в создании познавательных фильмов. Одно из наиболее популярных его произведений «Краткая история времени». В 1993 году вышла книга «Черные дыры и молодые вселенные». В 2001 году «Мир в ореховой скорлупе». В 2005 году была опубликована «Кратчайшая история времени». В числе фильмов с его участием – шестисерийная лента «Вселенная Стивена Хокинга», трехсерийная во вселенную со Стивеном Хокингом и «Великий замысел по Стивену Хокингу». В 2015 году стал одним из учредителей медали, носящий его имя, который ежегодно присуждается деятелям науки и искусства за вклад в популяризацию науки. Ученый считал, что наука должна стать такой же популярной, как музыка. Первыми лауреатами в 2016 году стали британский физик-теоретик Джим Аль-Халили и немецкий композитор Ханс Циммер, создающий в частности музыку к кинофильмам и компьютерным играм. Стивен Хокинг вел активный образ жизни, много путешествовал, давал интервью. Интересовался политикой, являлся сторонником Лейбористской партии. В марте 1968 года принимал участие в протестах против войны во Вьетнаме, а войну в Ираке 2003 года называл военным преступлением, поддерживал ядерное разоружение, а также борьбу с изменениями климата. В 2007 году на модифицированном самолете Boeing 727 он совершил полет над Атлантикой, во время которого 8 раз испытал на себе состояние невесомости. Снимался в рекламе, музыкальных клипах, а также в кино в роли самого себя, в том числе в одной из серий сериала «Звездный путь» «Следующее поколение» и в эпизоде комедийного сериала «Теория большого взрыва». Кроме того, Хокинг неоднократно становился героем мультфильмов, например, «Симпсона» и «Футурама», в которых озвучивал своего персонажа. Стивен Хокинг отмечен Орденом Британской Империи, Орденом Кавалеров Почета, награда за выдающиеся достижения в различных областях – искусстве, литературе, музыке и науке и другого – и многими другими орденами и медалями разных стран. Также был членом Лондонского королевского общества, Американской национальной академии наук, имел ряд почетных степеней. В 1965 году женился на Джейн Уайлд, студентке лингвистического факультета Кембриджского университета, которая знала о его болезни. В семье родились двое сыновей – Роберт и Тимоти, и дочь Люси. После 20 лет совместной жизни супруги развелись, однако они оставались друзьями. В 1995 году Хокинг женился на своей сиделке Эллен Мэйсон. Этот брак продлился 11 лет и тоже кончился разводом в 2006 году. Даже полностью парализованный Хокинг ввел активную жизнь. Занимался наукой, преподавал, выступал с докладами, общаясь с миром через компьютерный синтезатор речи. Вот она, страсть к науке. В 2015 году вышел британский фильм «Вселенная Стивена Хокинга. Теория всего». Вечная память великому ученому. В этом выпуске мы поговорили о биографии ученого. В следующем осветим тему о научных открытиях ученого, в том числе затронем и теорию всего. А с вами была «Военная техника-2». Всего вам доброго. Увидимся в следующем выпуске на канале. И да пребудет с вами наука. Субтитры создавал DimaTorzok